Игра выдалась сложной. В первом тайме те моменты, что имели, мы их не реализовали. Поэтому понятно, что ребята хотели быстрее играть, зная, в чем наше превосходство. Но соперники, я считаю, очень надобожные, хорошо организованно оборонялся, перекрывали все зоны, пространство. Игрота встречали по два, по три человека, накрывали. Поэтому были свои проблемы. Я считаю, что победили заслуженно. Хорошо, что даже сложная ситуация, все равно набираем очки. Мне очень просто играть в такую погоду, особенно атаковать. Будет ли какие-то вопросы? Да, были. Владимир Киров, Фресбол, Синий, Тальше. Жанельчик не попал даже в 18, не проходит? Нет, просто мы, если видели, сделали ротацию определенную. У нас Швецов, Максим, сыграл очень много матчей. Плюс еще будет сборная. Я ему решил дать немножко отдохнуть. Ну и Саша Чиж тоже неплохо, как бы, хорошо тренируется, хорошо работает. И я считаю, сегодня он сыграл достаточно добротно, спокойно. А по Максиму Жанельчику смысл держать опытного игрока на лавке, защитника. Плюс не всегда есть шанс, что его выпустить. Лучше пускай молодой будет заявки. Это все закономерно. Это не по каким-то таким моментам. У нас очень сильно добавили Швецов и Чиж. Но на Максима мы рассчитываем. И если понадобится, он готов сюда выйти и поможет. Еще вопросы? Можно еще? Входила информация, что вы можете усилиться состав перед Лигой Европы. Клёгосом вернуть. Рожа, Адрибиш, Португалия. Что вы можете сказать о этом? Я ничего не хочу давать в прессе никаких комментариев. Конечно, мы хотим усилиться к Лиге Европы. Всему свое время. Есть ряд позиций, которые у нас нуждаются в усилении. Жалко, что в отпуске, в зимнее транспортное окно, если так назвать, мы в основном приобрели белорусов. Из иностранцев мы уже не угадали. Но я считаю, с одним только игроком. Все остальные люди, они выходят, приносят пользу. И уже те же белорусы, и Саша Макаси, и Артем Соловей свою лепту внесли. Сейчас вот Гуренко выходит, Фил Иванов. Каждый из них несет свою лепту в общее дело в Кроман. Не угадали с кем? С Крумом. А, с Стояновым, да? Да, вот это, наверное, единственное. Все остальные ребята уже даже принесли позу, хотя мы еще только разогреваемся. Понятно. Сорока Антон пробил контракт? У него и так был контракт на год. Я не знаю, откуда ходили такие, идут судьбухи, сплетни или что. Что его кто-то из-за контракта гнобил или еще что-то. Я уже не хочу повторяться по Антону, я это все сказал. Начнешь работать, начнешь тренироваться, начнешь выкладываться, будешь играть. Спасибо. Еще вопрос у тебя. Сергей, вопрос. Как вам матч в высшей лиге, вот на таком стадионе, на таком антураже и на такой антураже? Вы знаете, я могу сказать, что, например, для Смолевичеву, особенно для поселок Октябрьский, если я не ошибаюсь, так называется? Да. Вот, я считаю, что такой стадион, это большое счастье. Вот. То, что команда из высшей лиги играет на этом стадионе, это, ну, это уже другой вопрос. Я считаю, что, конечно, это... Ну, я вижу, как руководство пытается выйти из положения. Люди здесь болеют футболом, они очень переживают за футбол. Поэтому я считаю, что вот эти неудобства, они... Ну, они не стоят того, чтобы в Смолевичах не было футбола. Ну, что, потерпим, что поделаешь. На игре команды, как ты скажешь? На игре нашей команды? Ну, конечно, антураж не тот. Легче играть всегда, например, вечером легче играть там. В солнечную погоду, когда солнце, плюс синтетика. Это, конечно, есть проблема, это... Ну, есть хорошо для здоровья и все. Ну, где вы видите здоровых спортсменов?